Как вы себе представляете возвращение древнего хищника, обладающего невероятной силой и адаптивностью? Но для ученых это стало реальностью. Они предприняли смелый эксперимент по воскрешению лютоволка, вида, прошедшего свой путь и исчезнувшего более 10 тысяч лет назад. Этот феномен стал возможным благодаря быстрой эволюции биотехнологий и генной инженерии. Ученые начали свое исследование с поиска хорошо сохранившихся остатков животных вековой давности. Они стремились извлечь из останков ДНК, что оказалось настоящим вызовом. Каждый шаг этого проекта был наполнен потрясениями и открытиями, балансируя на грани науки и фантастики. Этот рискованный эксперимент оживил не только сами останки, но и старые вопросы, как живое существо, сформированное древними условиями, сможет приспособиться к сегодняшней реальности. Эти вопросы служат лишь началом пути, полного моральных и этических испытаний, как для самих ученых, так и для общества в целом. Но стоит лишь чуть приоткрыть завесу, чтобы увидеть, как технологии, использованные для воскрешения, ставят под сомнение грань между научным прорывом и, может быть, безумием. Границы науки начинают размываться, когда речь заходит о воскрешении лютоволка. Конечно, технологии, использованные в эксперименте, поражают своим революционным характером. Синтез древнего ДНК, клонирование и генетическая коррекция – все это стало возможным благодаря невероятному прогрессу в науке. Но при этом возникает вопрос – не заигрались ли ученые с природой? Как далеко можно зайти в стремлении перенести древние виды в наши дни? Этические дилеммы вокруг этого проекта сильно разнятся. Кто-то считает это прорывом, который поможет нам лучше понять эволюцию и прошлое Земли. Другие настоятельно уверяют, что такие эксперименты представляют собой акт неуважения к естественному порядку. Восстановление исчезнувшего вида может нарушить баланс экосистемы и создать угрозу для существующих видов. Сторонники утверждают, что изучение лютоволка в современном мире даст ключи к разгадке многих биологических загадок. Однако, неоднозначные последствия этого эксперимента порождают множество обоснованных опасений. Какие риски можно считать оправданными ради прогресса и какой ценой? На фоне этого противоречивого обсуждения есть те, кто преследует свою личную цель, связанную с воскрешением. Им движет не только наука, но и желание оставить след в истории или обессмертить свои достижения. А какова мотивация каждого из участников проекта? Ждет впереди невероятное открытие или неожиданный поворот в жизни лютоволка, достигшего своей новой реальности. Когда ученые впервые взглянули на геном воскрешенного лютоволка, они были поражены. Древний хищник хранил в себе больше загадок, чем можно было предположить. Генетический код лютоволка оказался лабиринтом из скрытых путей эволюции, следы которых исчезли миллионы лет назад. Только представьте обилие информации, спрятанной в молекулах ДНК, которая теперь открывается перед нами. На первый взгляд, обычный набор генов вдруг оказался носителем необычных адаптаций, которые когда-то позволяли этому древнему существу выживать в суровых условиях льдов и тундр. Интересно то, что некоторые гены, казавшиеся специфичными исключительно для лютоволка, были некими оголенными проводами, задевающими наше представление о развитии видов и вносящими полную неразбериху в существующие теории. Возможно, этот генетический сюрприз станет ключом к разгадке других загадочных видов, останки которых пока остаются недоступными. Но что если в процессе открытий научная команда сталкивается с чем-то, что подтолкнет их сделать новое, нелогичное открытие или риск пойти дальше в постижение эволюции? В генах скрываются не только ответы, но и множество новых вопросов, на которые ответы пока что не так очевидны. У лютоволка было мало шансов подготовиться к своему новому окружению. Стерильные лаборатории, полные высоких технологий и интересных особенностей. Первые дни его оживления стали настоящим испытанием не только для существа, но и для команды ученых. Древний хищник, оказавшийся в искусственно созданном микроклимате, задыхался от новых ощущений и пробуждающейся инстинктивной жажды выживания. Тесты и наблюдения шли круглосуточно. Интересно, как быстро адаптируется организм, никогда не видевший человеческой руки. В высокотехнологичной среде ученые старались поддерживать нужные параметры температуры, освещения и даже акустики, чтобы не напугать еще больше лютоволка, чьи внутренние страхи можно было почти почувствовать через стекло. Но, как бы иронично это ни звучало, подлинная жизнь происходила не в лаборатории, а в мозгу животного, погруженного в воспоминания из генетически заложенного прошлого. Команда констатировала, что, несмотря на всевозможные предосторожности, лютоволк начал проявлять признаки дезориентации и беспокойства. Несмолкающий шум приборов, мерцающие огни и незнакомый мир сгущали атмосферу таинственности. Верилось, что хотя бы часть его старых природных повадок вернется, помогая внести элемент ясности в каждое действие. Однако этот процесс породил новые вопросы. Сколько времени уйдет под наблюдением, пока он адаптируется, а что произойдет, если старые привычки в нем возобладают? Над этими вопросами билась не одна голова, ведь следом уже маячила следующая фаза эксперимента, скрытая за пока нераскрытыми дверями. Пробил час, которого ждали с замиранием сердца. Лютоволк, древний хищник прошлого, сделавший шаг в будущее через двери лаборатории, оказался на свободе. Ученые, которые наблюдали за каждым его движением в стерильных условиях, теперь оказались перед лицом огромного эксперимента. Как поведет себя возрожденное существо в современном мире? Сначала было трудно осознать масштабы данного события. Даже подготовленная команда специалистов, наблюдающих издалека, затаила дыхание. Условия свободы выступили необъятной ареной, полной новых запахов и звуков, вызванных технологически развитыми машинами. Посреди городской суеты лютоволк выглядел настоящим пришельцем, и его поведение стало источником не только удивления, но и опасности. Положенные размышления наука превращала в реальность, но даже с учетом тщательных расчетов, никто не ожидал, что старые инстинкты пробудятся с такой мощью. Новые повадки влияния столь же динамичны, как и непредсказуемы, что заставляет задуматься, окажется ли возрожденный лютоволк, встретивший современность врагом или союзником человечества. Раскрывая дальше завесу, этот сюжет разворачивается с увеличивающимся напряжением, обещая новые события, которые не оставят равнодушным никого. Какие же уроки и последствия принесет этот шаг в неизвестное для живых существ? Когда мир узнал о воскрешении лютоволка, реакция была незамедлительной и полна эмоций. Социальные сети взорвались как вулкан из дебатов и обсуждений. Для одних это стало чудом науки, мечтой, воплощенной в реальность, что обещает открыть двери к новому пониманию жизни на нашей планете. Они увидели в этом великий шаг к прогрессу, представляя сцены восстановления других исчезнувших видов. С другой стороны, скептики поспешили выразить опасения. Они задавались вопросами, не нарушают ли такие эксперименты естественный баланс. В обществе плотно укоренилось мнение, что играть с генетикой – затея опасная, приводящая к непредсказуемым последствиям. Богатые возможностями – такие исследования вызывают и опасения перед возможным оружием в руках маломоральных сил. Научные круги, в свою очередь, разделились на две фракции. Одни считают данный шаг важной научной победой, другие – неэтичным вторжением в природу, где ученые поплатятся за стремление взять на себя роль Творца. В воздухе висит острое ощущение дисбаланса, и время покажет, как широкомасштабные последствия отразятся на нашей текущей реальности. Куда будет направлен вектор движения? К новому пониманию нашей истории? Или, наоборот, к печальным последствиям, которых мы хотели бы избегать? Ведь постепенно на горизонте начинают вырисовываться контуры положительных и отрицательных итогов этой величественной авантюры. Лютоволка выпускали на свободу с опаской не без причины. Как это повлияет на экосистему, остается предметом живого обсуждения среди экологов и биологов. С его величественным появлением вопрос баланса природной среды становится чрезвычайно актуальным. Это существо, чьи инстинкты и повадки были по-настоящему уникальны для своего времени, сталкивается с совершенно другой экосистемой, которая долго развивалась без него. Специалисты уже начали отмечать первые изменения. Большой хищник на свободе может повлиять и на популяции мелких животных, и на поведение других хищников, с которыми он теперь делит среду обитания. Как ни странно, некоторые виды нашли пользу в новом присутствии. Природа, сложившаяся со времени исчезновения лютоволка, поставлена перед новой задачей по адаптации к настоящему состоянию вещей. Последствия воскрешения станут стимулом для множества исследовательских проектов и споров о безопасности подобных экспериментов. Как ни крути, даже при устройстве лаборатории невозможно учесть все мелочи, которые воспроизведение древнего вида привнесет в современную природу. А что, если новые грани взаимодействий между видами станут новым нормальным? Что же мы открываем для себя в будущем, когда последствия новых видов станут частью нашего мира? Перед нами стоит задача понять, как поддерживать баланс, не разрушая существующие экосистемы. В глубине наших умов всегда притаился страх перед неизвестным, и воскрешение лютоволка только подтверждает этот факт. Словно невидимая тень, воскрешенные древние виды вызывают массу ассоциаций и страхов, основанных не столько на реальности, сколько на мифах и легендах. Когда на повестке дня стоят подобные эксперименты, человеческая фантазия стремительно разыгрывается, окрашивая действительность в мрачные и пугающие тона. Многие вспоминают истории о чудовищах, созданных из прошлого, и фантасты рисуют картины о временах, когда хищники из древности вновь начнут хозяйничать на земле. Но стоит задаться вопросом, насколько пугающей может оказаться такая реальность? Преувеличенные рассказы часто сводятся к сочетанию предвзятостей и культурных повествований, которые втаптывают страхи в наше подсознание. Человек склонен бояться того, что его разума менее всего касается, нечто неконтролируемое и могущественное. Как надежный замысел тосковать по утраченным временам становится неподъемной задачей для рационального восприятия? Ответы на это всегда остаются на пересечении науки и нашей естественной склонности к мистификации. Ведь воскрешение лютоволка занимает не только пространство лабораторий, но и умы тех, кто его наблюдает. Такие эксперименты выводят страхи на поверхность, заставляя давать волю воображению и думать о возможных последствиях. Однако за всем этим необъяснимым тревожным ожиданием скрывается вопрос о моральной готовности человечества принять новое воскрешение и извлечь из этого пользу. Вопросы без ответов тянутся вперед, наполняя воздух напряжением, а за очередным поворотом скрывается обсуждение больших этнических вызовов. Вскрытие моральных аспектов эксперимента по воскрешению лютоволка извлекает на свет множество этических дилемм. Вновь перед человечеством встает вопрос, насколько допустимо вмешательство в естественный ход природы. Ведь каждое оживленное существо – это не только достижение науки, но и испытание на зрелость нашего общества. Многие утверждают, что подобные эксперименты могут превратить мир животных в своего рода генетическую лабораторию, где границы дозволенного начинают расплываться. Это вызывает опасения по поводу права человека выступать в роли Творца, наделяя жизнь тем, что уже покинуло ее навсегда. Но одновременно возникает и вопрос – разве мы не должны использовать все доступные нам возможности для углубленного изучения природы и эволюции? Стоят над этой философской пропастью, преследуя свои цели, учреждения и корпорации. За маской благих намерений может скрываться желание манипулировать природой для излечения прибыли и могущества. А может воскрешение древних видов – это продолжение нашего естественного стремления к прогрессу науки, к научным открытиям, которые однажды все-таки обернутся благом для всего человечества. Каждое действие имеет последствия, и дискуссия об этом напоминает постоянную борьбу между интуитивными страхами и научными амбициями. Такая неоднозначность затрудняет решение, на которое мы все должны дать ответ. Сможем ли мы контролировать новообретенную силу так, чтобы это принесло только пользу? Ведь за пределами теории и практики моральный выбор остается ключевым фактором, определяющим наше будущее в этой непростой новой реальности. По мере развития технологий и увеличения нашего понимания генома, воскрешение древних видов перестает быть лишь умозрительными изысканиями и превращается в явное возможное будущее. Генная инженерия продвигает нас вперед на скорости света, но остается открытым вопрос, какой вид станет следующим? Возможно, это будет мамонт, мегатерий или же другое, менее известное существо, чья судьба переплетается с эпохой доисторических эпох. Однако каждый шаг к этой цели требует новых открытий и еще большего продвижения в сфере науки и технологий. Удастся ли нам вписать эти воскрешенные виды в наше современное общество без дополнительных следов на экологическом и моральном балансе? Ведь заканчивается ли только на воскрешении лютоволка наш путь в неизведанное, или это только начало новой эры, где человек может стать непосредственным участником эволюционного процесса? Проект сегодня представляет собой эксперимент, но что будет, когда это станет обыденностью? Станет ли человечество мудрее и ответственнее в выборе вида, в котором суждено вернуться? Подготовлено ли наше общество к этическим и практическим вызовам, которые могут возникнуть на этом пути? Это вопросы, которые требуют времени для размышления и серьезного обсуждения. Ведь каждый новый день может принести еще более поразительные открытия и последствия для мира, который мы знаем.